Гостеприимные студенты Верхнесалдинского многопрофильного техникума были очень рады, что долгожданная интеллектуальная битва проходит на территории их учебного заведения. Я участвую первый раз в этой игре. Мне предложили, как у нас студенческие советы с техникумами, и нам предложили, как от студенческого совета принять участие в этой игре. Мы лицо своего техникума, мы должны защитить лицо нашего техникума. Мы очень рады, что у нас с техниками проводят эту игру. Хотелось, чтобы больше таких игр проводилось, потому что мы тоже будущие работники корпорации ВСМПО и хотим иметь поддержку с корпорацией ВСМПО и ВИСМА. В интеллектуальном турнире осеннего сезона сошлись три студенческие команды и 11 сборных из цехов ВСМПО. Число участников растет, это очень приятно. Мы вышли на осенний сезон. Тема сегодняшней игры посвящена Дню народного единства. Замечательный праздник, который празднует вся страна, и мы решили тоже не отставать от времени. И поэтому вопросы будут сложные, сразу скажу, но очень интересные. Участникам предстояло угадать 200 слов на тему Дня народного единства. Несмотря на то, что многие ребята играли в два кармана в предыдущих сезонах, объяснить слова жестами, мимикой, рисунком или одним неоднокоренным словом им также, как и дебютантам, было очень сложно. Когда мне объясняли слово «суверенитет» как подарок и презент. Ленин! Ленин! Революция! Толпа, недовольна чем-то. Не знаю. На оперативке наказали. Мы потом приходим в кабинет и все дружно. Обсуждаем. Злимся. Об игре я узнала в лагере еще в Тирусе на четвертой смене. Молодежка приезжала, играла в эту игру, очень понравилась. И когда узнала, что в техникум придет, захотела тоже поучаствовать. Два с половиной часа пролетели незаметно, весело и очень познавательно. В перерывах между раундами молодежь подкреплялась бутербродами, соками и горячими напитками, которые организовали активисты молодежной организации. Им здорово помогли активисты-волонтеры из организации «Солда. Город возможностей». А по итогам осеннего сезона «Двух карманов» бронза досталась интеллектуалам из цеха номер 12 в СМПО. Серебро у умников и умниц из 23-го цеха. А первое место заняли находчивые ребята и девчата из цеха номер 16.